Итак, в Москве 3 часа дня. Для вас работает информационная служба Дождя. Я Павел Лобков с основными новостями в воскресенье, среди которых, конечно же, на первом месте это открытие храма вооруженных сил в стиле глубокого милитаря. Там даже цвет такой зеленый, защитный. Настоятельным храмом будет сам патриарх Кирилл, что позволит ему, очевидно, получать генеральскую зарплату в ведомственном храме. Вообще, это третий по величине храм в России. 95 метров в высоту, вместимость 6 тысяч прихожан. Все это в парке «Патриот». Давайте посмотрим, как все это происходило. Это развлекается. Ну вот мы видим храм защитного цвета. Вообще, церковь у нас отделена от государства, но иногда некие сомнения возникают. Вот мы видим, что в ретро-мундирах солдат выставили на близком расстоянии друг к другу. Правда, до этого министр обороны говорил о том, что их всех проверят на коронный вирус. Каким образом, непонятно, если есть скрытое насильство. Но, тем не менее, все усилия по масочно-перчаточному режиму и прочих ограничений прав человека, они абсолютно теряют смысл после вот этого скопления в огромном количестве народа в храме. В общем, это такой фестиваль исторической реконструкции. Солдаты в форме 45-го года. Сам храм забит символами. Например, диаметр главного купола 19,45 метра. То есть 1945. Мы курить и пить не бросим. 1,488. Год окончания Великой Отечественной войны. Это малый купол, 14 метров 18 сантиметров, 1418 дней и начали длились боевые действия. То есть мы присутствуем при рождении такой другой религии. Это уже не православие, это вообще даже не христианство. Это какая-то смесь древнеегипетской нумерологии. Мозаика знаменитая здесь была с изображением Путина и Шойгу, которые после скандала сняли. Вот давайте посмотрим. Из ступени, сделанной из немецкой трофейной техники, мы считаем, сказал Шойгу, что поднимаясь по ступеням храма, мы идем по оружию поверженного врага. Топтать врага, это вообще совсем не православно. То есть мы здесь имеем дело с абсолютно другой синкретической религией, в которой древние культы, нумерологии, шаманизма. А ведь известно, что отцом министра обороны Сергея Шойгу был практикующий шаман. Какой-то древнеегипетский абсолютно, древнеегипетский стиль и невероятная роскошь, конечно. Когда заменили Сталина, тогда фартерей Леонид Калинин, автор всего этого дела, сказал, что Сталина нужно бы оставить, в итоге мозаики нет. А вот изображение Путина и Шойгу исчезло после комментария президента, что когда они благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это еще делать рано. Надпись «Крым наш», которую мы видим на нижней фотографии, ее тоже закрасили, изменив на «Мы вместе». Стоимость храма цвета хаки – 3 миллиарда рублей. Перечислить деньги можно было на сайте храм.мил.ру. Со сбором был отдельный скандал. Хабаровские военные рассказывали, что их заставляют перечислять по 500 рублей. В добровольно-принудительном порядке у меня на связи Сергей Чепнин, главный редактор «Альмонаха современной христианской культуры Дары». Сергей, у меня к вам вопрос. Каким церковным традициям соответствует сегодняшняя церемония? Похоже ли это на храм, скажем так, Христа Спасителя, который возник после Отечественной войны 12-го года? Да, ну вы знаете, давайте мы начнем с того, что традиция строить храмы в память о битвах, о победах в войнах существует в православии. И в Москве, и в Петербурге довольно много храмов, которые связаны с теми или иными военными событиями, всех святых на кулишках, храм Рождества в Старом Симонове, где находятся могилы и уже, так сказать, открытые мощи Пересвета и Осляби, которые участвовали в Куликовской битве. Действительно, один из последних храмов – это храм Христа Спасителя в Москве, Московский кафедральный собор, который является храмом в память о войне 1812 года. Но все-таки они по своему характеру совершенно иные. Ни в одном из этих храмов, ни тех, что строились в 15 веке, ни тех, что строились в 19-м, в начале 20-го века, не было вот такой очевидной линии на оправдание войны. И вот сама идея священной войны, которая подверглась очень жесткой критике после Второй мировой войны в христианском богословии, как будто совершенно неизвестна авторам этого храма. То есть мы здесь видим, что те войны, которые ведет Россия, это, по сути дела, войны, освященные авторитетом церкви, правительством святых и даже Божией Матери, потому что на стенах храма находятся мозаики самых разных битв с иконами покровительствующей Божией Матери русским воинам. Якобы потому, что там есть три сцены из, собственно, Великой Отечественной войны крайне сомнительного свойства. Это мифология, которая вот в этом храме сводится в ранг церковной истории. А что именно, если сказать, что именно? Вот сюжет знаменитый с якобы облетом иконы Казанской Божией Матери Москвы во время осады, как я понимаю, этого же нет вроде бы. Да, но есть сцены как бы Сталинградской битвы, есть Еле и Божией Матери на Курской дуге. Насколько я понимаю, я тоже не видел как бы сам как бы вот всю программу убранства, но понимаю, эти сцены сохранились. А что еще бросилось вам в глаза? Они относятся к основным. Что еще бросилось вам в глаза? Ну, вы знаете, очень любопытно, что довольно мало было в храме народа, около 200 человек. Казалось бы, их можно было расставить сравнительно свободно, но все они стояли скучно. И, конечно, никакие нормы и правила санитарные не соблюдались. Но еще более удивительно, что несмотря на то, что было несколько слогенных в храме, во время литургии никто в храме не отвечал как бы вот привычными церковными действиями на, скажем, благословение патриарха, когда служащий священник или епископ служит в храме и благословляет молящихся. И в этот момент молящиеся делают поклон, ну, может быть, просто склоняют голову. Но, тем не менее, это всегда довольно заметный ответный жест. И вот когда мы видели трансляцию из храма, мы видели, что с этими, собственно, обычными, такими довольно простыми церковными жестами большинство собравшихся в храме военных совершенно незнакомо. Ну, и второе, конечно, совершенно потрясающее наблюдение, это то, что вот несколько сотен человек находилось в храме, а причастилось всего 5-6 гражданских лиц. То есть ни один военный, находящийся в храме, не счел для себя необходимым приступить к таинствам церкви на, вот, собственно, литургии в этом храме. Таким образом, ну, мы, конечно, видим, что если и можно собравшихся назвать православными христианами, то в целом, в общем, очень номинальными практически, так сказать, эти люди не знакомы с основным православным богослужением, с литургией. Сергей, скажите, вот действительно убранные, закрашенные, отредактированные иконы, я не знаю, как это назвать, сцены религиозной живописи с участием президента, министра обороны, хорошо, там не помню, был Рамзан Кадыров или нет, но если бы он даже был, никто бы не удивился. Это вообще распространенная практика в православии в виде святых или в виде апостолов рисовать портретный сход, людей, имеющих портретное сходство со благодетелями, со спонсорами того или иного собора? Потому что, как я знаю, в протестантской церкви, например, в Голландии, это очень распространено было в 15-16 веках. Да, безусловно, такая традиция существует и можно сказать, что, по крайней мере, с 11-12 века она очень хорошо документирована. Но здесь есть очень интересные нюансы. Например, ферма, знаменитый храм со знаменитыми мозаиками Санта-Мария Амиралью. Там адмирал, генерал, самый могущественный адмирал в Средиземноморье 12 века, построил прекрасный, совершенно православный храм и изобразил себя в притворе на мозаике этого храма. Но вот интересно, как он себя изобразил. Это мозаика, где Божья Матерь изображена в полный рост, а у ее ног, ну, я не знаю, размером с собачек, вот в 10 раз меньше, чем фигура Божьей Матери, склонившаяся, коленопреклоненная фигура вот этого великого военно-начальника, адмирала, наводившего страх на все Средиземноморье. То есть понимание того, что как бы в храме ты можешь быть изображен только как слуга, только как человек, который сознает свою иную совершенно, как иной свой статус по отношению к святым, он просто необходим. То есть это то христианское смирение, которое было присуще, собственно, верующим людям, ну, в том числе военным. И вот здесь мы видим совершенно другую историю. Мы видим совершенно светский по своему характеру подход. Ну, какие-то там шеренги генералов, да, в этих каких-то как демонстрантов. Ну, по сути дела, это ведь что такое демонстрация? Это такой парарелигиозной советской традиции, это пародия на крестный ход. И мы видим, что вот эти парарелигиозные советские традиции вдруг получают какое-то право на законное... Сергей, я вдруг понял, что мне напомнил этот храм. Я понял, что мне напомнил этот храм. Вы знаете, он мне меньше всего напомнил церковь. А вот именно псевдоцерковные сооружения, которые при Сталине сооружались в виде станции московского метро, вот это такая большая метро Новослободская или большое метро Киевская. И мозаики вот эти золотые очень похожи на вот эти мозаики изобилия, мозаики дружбы народов и прочих тоже парарелигиозных символов, которые наполняют московское метро. Это, конечно же, московское метро. Вот просто вот сейчас ты прочь. Совершенно верно. Совершенно верно. Это традиция, которая восходит не, собственно, вот к христианской культуре, а уже трансформированной, переваренной Советским Союзом, собственно, вот такой парарелигиозной культуре, в создании которой, конечно, принимали участие и художники, и культоры, которые были знакомы с церковным искусством, но уже фактически от него отказались ради служения государству и новому государственному культу. Здесь мы видим то, как, безусловно, талантливо и богато собственно, вот эта парарелигиозная советская традиция, по сути, побеждает собственно церковную традицию. Да, ну и, конечно, оговорка заместителя министра обороны Тимура Иванова о том, что в музее находятся реликвии, например, мундир Гитлера, она заставила всех просто содрогнуться. То есть, здесь просто непонимание от того, что на самом деле является церковной реликвией. Ну, в этом ничего удивительного нет. Я думаю, что армия, как, особенно генералитет, как далеко от церкви и от церковных традиций, так, в общем, они и остались. И это просто, ну, замечательный штрих к тому, что, по сути дела, ничего не меняется, даже когда строятся такие грандиозные храмы. И, собственно, еще один очень интересный момент. Ведь в нашу традицию вошло наименование храм, хотя, в общем, наши предки всегда, пускать, в христианском здании говорили церковь. То есть, храм для христианской церкви никогда, так сказать, как слово, не использовался. Храм всегда был языческим. И то, что в наш язык вот вошло, вошло, так сказать, вошло это понятие именно как храм, оно тоже говорит о том, о внутренней подмене смысла, по сути дела. И, так сказать, здесь совершенно не случайно, что это главный храм вооруженных сил, который отталкивается от церкви и, в общем, свидетельствует о совершенно новом культе, создание которого происходит прямо на наших глазах. Спасибо большое. Это был Сергей Чепнин, главный редактор альманаха современной христианской культуры Дары, о удивительном ядовитом гибриде, который сегодня породил противоестественный союз между армией и церковью. Это все называется главный храм Министерства обороны, построенный в стиле казарменного гламура или, может быть, кирзового православия. В общем, смотрите, наслаждайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...